Приветствую вас на своем канале! Сегодня готовлю крем на белках с добавлением сливочного масла. У меня здесь три белка от крупных яиц, к ним добавляю 200 грамм сахара. Все слегка перемешаю и отправляю на водяную баню. Посуда с белками не должна касаться воды. Греем белки именно на пару. Белки нам нужно нагреть до температуры 60-70 градусов. Если есть термометр, просто измеряйте температуру. У меня термометра нет, и я ориентируюсь просто по тактильным ощущениям. Примерно через 5 минут масса будет 40-50 градусов. Эта температура для нас приятно терпимая. Я грею белки еще примерно 3-4 минутки, снова опускаю палец, и белки уже очень горячие. Убираю их с плиты. В общем, на прогревание белков уходит 8-9 минут. К этому времени сахар уже должен был полностью раствориться. Снимаем белки с огня и начинаем взбивать. Сразу же в белки можно добавить ванилин и взбиваем белки до загустения. Когда белки загустеют, будем добавлять сливочное масло. Сливочное масло нужно будет достать из холодильника за 2-3 часа до того, как будете добавлять его к белкам. Добавляем масло буквально по 1 чайной ложечке, не больше. Взбили все до однородности и снова добавляем новую порцию масла. Чтобы масло и белки хорошо взбивались в одно целое, они должны быть обязательно одной температуры. Если масло будет холодное, оно просто будет отслаиваться. Как только в белки вы добавите масло, белки сразу станут жидкими. Но вы не пугайтесь, постепенно с добавлением масла крем станет густым. Как только вот так вот загустел крем, я перестаю добавлять сливочное масло. Обычно я добавляю 180 г масла, этого вполне достаточно. Некоторые на эту порцию белков добавляют 250 г масла. На мой взгляд, это очень много, потому что по вкусу, по итогу, получаешь не крем, а просто сливочное масло. Трубочки я сразу наполняю кремом, но если вы хотите украшать этим кремом торт, тогда его уберите в холодильник на минут 15-20, чтобы он стал более плотным. Крем по вкусу получается очень легким, нежным, не сильно забит маслом. В общем, попробуйте, я надеюсь, вам он очень понравится. Я желаю вам успехов в приготовлении, спасибо за внимание, всем пока!